Всем привет! У многих знаменитостей есть свои недостатки. Не обязательно это относится к внешности. У некоторых наблюдаются явные проблемы с дикцией. Предлагаем посмотреть на звезд, кому этот маленький недостаток не помешал стать известным и уважаемым человеком. Хотя Иван Охлобыстин разменял шестой десяток, он так и не научился выговаривать звук R. Это нарушение речи, которое медики называют дислалией, не стало преградой ни в его духовно-наставнической деятельности, ни в нынешней карьере актера. Иван не считает эту особенность недостатком, а в сериале «Интерны» она и вовсе стала его визитной карточкой. Кроме того, легкая картавость актера пришлась по вкусу множеству российских женщин, которые без ума от сексуального, по их мнению, произношения артиста. Яна Рудковская шепелявит с детства, но этот факт не помешал ей стать успешной бизнес-леди. Возможно, этому способствовал железный характер Яны. В глазах подчиненных она стала строгим, но справедливым руководителем, да и стесняться выступать перед публикой она давно перестала. Шепелявость в случае Рудковской называется дезортрическим компонентом. Чтобы его устранить во взрослом возрасте, необходимо приложить немало усилий. Так считают ведущие специалисты в этой сфере. Сама Яна ни капли не волнуется по поводу своей особенности и продолжает вести насыщенную событиями и впечатлениями жизнь. Проблема с шепелявостью коснулась и голливудской пуп-дивы Мадонны. Икона зарубежной эстрады с детства страдает дефектом речи. Чаще всего специалисты объясняют эту особенность щербинкой между ее передними зубами. Но всемирной популярности это нисколько не мешает. Мадонну любят за харизму, голос, сексуальный образ и стопроцентную самоотдачу на концертах. Сама Дива никогда не стеснялась этого маленького недостатка. Наоборот, она в шутку утверждает, что это он приносит ей удачу. Вы знали, что некоторые звезды меняют имя как раз из-за дефектов речи? Знаменитый российский актер Гоша Куценко на самом деле никакой не Гоша, а Юрий. Буква «Р», которая присутствовала в его имени, очень трудно давалась ему все детство, да и мама часто называла его Гошей, поэтому он взял себе сценическое имя. Спустя годы Гоша основательно поработал над дикцией и сегодня вряд ли кому-то удастся услышать отголоски былой картавости в его речи. Однако возвращать старое имя он не стал, творческий псевдоним принес большую известность и отказываться от него было бы глупо. За всегда-то и русскоязычного YouTube подтвердят, что Юрий Хованский сильно шепелявит, но владелец одного из самых популярных YouTube-каналов прекрасно осведомлен о своем недостатке и сам частенько иронизирует по этому поводу. «Не всякая еда, которая упала на пол, становится нефъедобной». Заклятый враг Хованского, язвительный и мрачный Дмитрий Ларин тоже страдает от дефекта речи. Он картавит, причем очень заметно. При этом картавит он очень интересно, его буква «Р» похожа на английскую. «Статья называется «Исчезни, мразь», «Исчезни, мгась», если быть совсем уж точным». «Версус-баттл» Ларина против Хованского даже получил неофициальное название «Картавый» против шепелявого. «Время облачаться в траур! Раунд!» Не всем удается избавиться или хотя бы скрыть от окружающих дефекты речи. Так рэпер Джиган с детства шепелявит, и это отчетливо слышно в его песнях. Но если для некоторых исполнителей эта особенность становится визитной карточкой, например, для участников группы «Центр», то Джигану шепелявость только мешает развивать певческую карьеру. «Картавость Гуфа» неочевидна, но преданные поклонники рэпера наверняка заметили, как порой в его куплетах не выговаривается буква «Р». «Вчера два бобра забросали в выдру огромными бревнами, орехами кедровыми». «Кстати, именно Гуфу посвящена отсылка Оксимирона в баттли с СТ». «Ты всегда портишь рэпом биты, в Москве давно есть картавый талант, и это не ты!» «Ты сильно заикался?» «Я сейчас заикаю сильно. Есть заикание, а есть логоневроз. Это, кстати, мало кто об этом знает, что я заикаюсь. То есть, ну, такие преданные там мои какие-то поклонники знают, но я думаю, что в этом интервью это по-любому, ну, как бы, да, это все станет явным». Сергей Шнуров стал известным благодаря задорному стилю исполнения и откровенным песням без цензуры. Артист с детства шепелявит, поэтому буква «С» в его произношении звучит специфическим образом. Однако этот дефект практически невозможно заметить во время пения, поэтому многие поклонники творчества группы «Ленинград» и персонально Сергея Шнурова не знают о такой особенности кумира. Знаменитый «Крепкий орешек» Брюс Уиллис в свои ранние годы страдал заиканием, но он вовремя подметил, что во время выступлений на школьной сцене этот дефект неожиданно пропадает. Справиться с проблемами речи ему помогла не только кинокарьера, но и родители, которые очень тактично отнеслись к этой особенности и не допустили ее развития. Британский комик Роуэн Аткинсон, которого мы знаем по роли нескладного мистера Бина в одноименном фильме, с раннего детства страдал заиканием. В одном из интервью он признался, что во время выступления заикание пропадает. Узнаваемый и неповторимый выговоры Мерлин Монро – результат ее борьбы с заиканием. Самая известная блондинка 20 века заикалась, и педагог по ораторскому искусству посоветовал ей говорить с придыханием. Постепенно дефект ушел, но во время съемок ленты «Что-то должно случиться», которое суждено было стать последней в ее фильмографии, вернулся из-за сильного стресса. На сегодня все. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok